Привет! Возвращаясь к теме передвижения по городу, желательно иметь габаритный фонарик. Вот эта игрушка у нас была на обзоре в прошлом году. Я её вроде как вымачивал в таре с жидкостью, ну с водой, в тазике она у меня плавала перед обзором, но тем не менее со временем начала скапливаться в районе кнопки вокруг неё пыль и пришлось немножечко это дело разобрать. Кнопка, скажем так, начала там образовывать зазор в паре с вот этой красной деталью и, соответственно, пропускать пыль. Ну, подклеил, всё хорошо. Теперь китайцы прислали мне, скажем так, очередную итерацию подобного фонаря. Емкость батарейки, конечно же, не увеличилась, но изменились алгоритмы работы. В частности, автоматический режим стал работать более адекватно. Он реагирует не только на, скажем так, положение велосипеда, едет он или не едет, но ещё и на освещенность. То есть при ярком освещении фонарик будет выключаться. Если на улице темно, то автоматическое отключение фонарика не происходит. Это довольно интересная фишка. Режимов тут довольно много. То есть, вот видишь, закрываю, вот свет, и он автоматически включается. То есть при слабом освещении он всё равно не погаснет. Это хорошо. То есть это актуально для именно экономии батареи и катания. Дальше. Интересной фишкой данных фонарей является... О, я придумал. Давай-ка вот так вот сделаем. Так. Чтобы включить кнопку один раз нажать. Интересной фишкой данных фонарей является реакция на остановку. А этот что, не реагирует? Уже всё. Надо его потише сделать. Ну, так это он что-то вообще сам по себе какой-то логучий. Мне он, честно говоря, из всей тройки, пожалуй, нравится. Может быть, где-то и меньше всех. Вот. Ну, давай ты. Включи мне нормальное освещение. Останавливаемся. А он и так яркий, да? Что с тобой не так, фонарик? А, вот так вот. Я понял. Просто он и так ярко был. Достаточно ярко светился. Вот. Включим обоим этим вариантом моргающий режим. Ну и сымитируем остановку. Вот этот самый тормоз. То есть он реагирует на то, что велосипед изменил скорость дольше всех. Вот эти два реагируют достаточно быстро. То есть они переходят в режим постоянного свечения яркого. То есть вот они моргают. Только мы остановились. Включение происходит моментальное. Более яркого режима. То есть... Ну, эдакое подобие стоп-сигнала, да? Реагирующее на изменение скорости. Соответственно, полезная фича. Я ее использовал. Экономит батарею с одной стороны. И с другой стороны экономит нервы. Потому что на камеру не видно, но в глаза слепит нереально. Особенно вот эта линза. Она идет, скажем так, довольно прямая. Но, к счастью, она менее яркая, чем вот этот фонарь. Вот у этого фонаря катание в группе прям вызывает... Прям основательное такое подгорание пукана. Из-за того, что он прям жестко слепит глаза. Дальше. Чтобы включить этот фонарь, нажатие одно. А чтобы выключить, надо зажать. Мне кажется, это нелогично. У этих фонарей же все просто. Включение и выключение фонаря. Так, надо перевести в ручной режим. Оба фонаря в ручной режим. И включение, и выключение происходит при долгом зажатии. Клавиши. То есть все достаточно логично. По поводу режимов. Переключение между автоматическим и ручным режимами. Здесь оно вроде как постоянно включено. И постоянно лагает. А здесь оно происходит с помощью вот такого рычажка. Батарейка. В обоих фонариках 350 мАч. Время работы заявлено до 45 минут. У этого треугольного варианта. И до 54 минут. Аж до 54 минут. У вот этого варианта. На самом деле мне слабо верится, что они более 10 часов вытягивают. Потому что вот этот фонарик у меня, по-моему, около 5 часов в режиме вот этой габаритно-стоп-сигнальной системы работал. Ну, катание было зимой. Зимой нашей мне было, по-моему, холоднее, чем минус 5 вообще ни разу. То есть, ну, максимум 5 часов он у меня отрабатывал. То есть, раз в неделю я его заряжал. Ездил он закрепленным на рамке седла. А вот эта моделька и вот эта моделька, как я понимаю, они идут со стандартными вот этими жопками, так сказать. Ну, монтажными вот этими деталями. И я полагаю, что эта монтажная деталь подойдет и сюда. То есть, это что-то типа идентичного фонаря, да, выпускаю. Подходящее крепление, от которого подходит друг к дружечке. Да, то есть, все подходит. Хотя нет, здесь не герметично получается. То есть, вот эта резинка не уплотняет. Ну, можно заменить резинку в том числе. Тем не менее, все это совместимо и по типу креплений. Это также устанавливается на рейл, ну, на рамке седла для закрепления. То есть, вот эта деталь пластиковая, то есть, наударная какой-то. Фонарик особо много не выдержит. У этого крепление на рамке было алюминиевое. Здесь предполагается, что крепить будут хомутами. То есть, вот четыре хомутика в комплекте. И, соответственно, так, тихо. Вес у нас, ну, около 38 грамм, наверное, с хомутиками будет. Кинем хомутики. Ну, почти 38 грамм. Вот этого фонарика. Давай-ка, мне интересно, сейчас еще голый 25,5. А этот 30. То есть, это у нас, получается, даже самый тяжелый фонарь. 23. 25. А это самый легкий. Не считая самих креплений. Крепление, если не ошибаюсь, там, как опцию можно приобрести дополнительно. Ну, и вот этот фонарик треугольный. Он мне, пожалуй, нравится больше всех. Не по типу крепления, а потому, что у него матовое вот это. Так, зажать. Что-то включить, зажать. У него матовое и самое мягкое свечение. То есть, для езды в группе он лучше остальных подходит. Кстати говоря, здесь еще и световозвращатель наклеен под пленочкой. То есть, он, кроме того, что он фонарик, он еще и световозвращающая наклейка на нем есть. Но он весит там 41 грамм. Ну, почти 42 грамма. То есть, если бы он был вот с таким креплением, это бы получился у нас, пожалуй, самый легкий фонарик, который весит всего 35 грамм. Это ничто в качестве прибавки веса по сравнению с той безопасностью, которую вы получаете в автоматическом режиме. Он у нас будет работать, как только вы взяли велосипед. Ну, и в качестве стоп-сигнала остановились, сразу включился. То есть, ну, очень толковая вещица, как на мой взгляд, конечно. Но для туризма не могу ее рекомендовать однозначно, потому что непонятно время работы. А так, в автоматическом режиме он не выключается на кнопку. Вот. Такие вот фонарики. А у этого получается, ну, чуть-чуть ярче линза. Да, и надо строго контролировать, чтобы положение фонарика было таким. Потому что вот эти части... Так, у нас он в ручном режиме. Включаем. Вот эти части сбоку должны быть видны. Да, их сущность именно в том, чтобы было видно. Даже вот в этом фонаре, неважно, как он повернут, сбоку его видно. То есть, это все-таки габаритный огонь, и его должно быть видно с большего угла. То есть, ну, на мой взгляд, самое удачное вот это решение. Но это мой субъективный взгляд. А к покреплению к велосипеду, смотрите, моему ребенку пойдет вот это, потому что у него сидушка пивотал, на ней просто нет рейлов. А на рамке, вот это, пожалуй, мои любимые. Поставлю вот таким креплением фонарик. Вот он будет работать. Надеюсь, долго и без проблем. Ну, всем безопасности.